К концу 2014 года в Архангельской области в нормативное состояние будет приведено почти 55 километров дорог, прежде всего в Котловском и Великодском районах. Отремонтировано 19 мостов. Более 4 километров пути на подъезде к поселку Орлицы реконструировано благодаря вхождению региона в федеральную программу соединения сельских населенных пунктов с автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием. В планах два ключевых проекта. Первый – организация подъезда к аэропорту Архангельск от федеральной трассы М8. Пакет предложений по объекту «Архангельск-Автодор» планируют направить в Москву в конце года. Второй проект касается автомобильной дороги Бринавлок-Плесецк-Каргополь с выходом на Санкт-Петербург. Готовится пакет документов для передачи автомобильной дороги в федеральную собственность. Есть ходатайство трех областей, трех губернаторов Архангельска, Вологодской и Ленинградской областей. Обращение в администрацию президента. Обращение в том, что данное направление является приоритетом для развития трех регионов. Важный объект. То есть мы понимаем, что такое федеральная автомобильная дорога. Поэтому надеемся, что данный проект пройдет. В новом статусе дорога сможет получать на строительство, содержание и ремонт федеральные средства. А это совсем иной порядок цифр. Показательный пример – масштабные дорожные работы на левом берегу Архангельска. На федеральные деньги ведется строительство трех крупных развязок с участками автодороги М8. По календарному графику у нас свод объекта в феврале 2016 года. Но по темпам, по работе подрядных организаций, в принципе, мы понимаем, что мы готовы будем ввести ее в следующем году, в октябре-ноябре месяце. Со следующего года у нас есть уже начало финансирования открытое. Мы сейчас проходим экспертизу проекта. Участка нулевой, 13-й километр от подъезда города Северодвинск. То есть от этой развязки на Архангельск и Северодвинск до, включительно, по цыглами и проходя весь поселок, у нас будет тоже первая техническая категория, а в следующий год начинается строиться. Возможно, самая загруженная трасса области – Архангельск-Северодвинск – в сутки пропускает через себя 25-30 тысяч автомобилей. Необходимость сделать на этом отрезке дорогу первой категории, четырехполосную, назрела уже давно. Но если к первым 13 километрам специалисты приступят уже в 2015 году, всю магистраль, по их мнению, удастся реконструировать не раньше 2020 года.